В Кировском театре кукол появится спектакль для грудничков. Это уникальный для нашего города проект, когда театральное искусство ребенок впитывает буквально с молоком матери. Спектакль называется «Ладушка» и станет одним из ноу-хау предстоящего юбилейного для театра 80-го сезона. 79-й творческий сезон для театра кукол практически завершился и наступило время подвести итоги и поделиться планами на будущее. Этот театральный год для кукольников стал ярким и плодотворным. Поставлены новые спектакли для детей. Это «Сказка по щучьему велению», весенняя премьера «Загадки Турандот» или «Однажды ночью в Венеции». Два спектакля восстановлены из репертуара прошлых лет. «Сказка о глупомышонке» и спектакль «Ох и Маша». Кроме того, благодаря творческому объединению «Культпроект» в этом году театр стал обрастать связями. В Киров приехала известный питерский режиссер Наталья Пахомова. И в октябре у зрителей была возможность увидеть спектакль для взрослых «Русская борзая». Это непростая постановка, рассчитанная на думающего зрителя. В театре надеются, что кировчане со временем по достоинству оценят эту работу. Спектакль «Русская борзая» он ведь еще и специфичен тем, что он создан по произведению философа. Понимаете? То есть нужно думать. Не просто прийти развлечься, да? А нужно думать. Не каждый может быть готов к тому, чтобы заплатить деньги и прийти еще напрягаться. Жизнь, понятное дело, тяжелая. И некоторым хочется просто расслабиться. А тут нужно думать. Но мы надеемся, что наш вятский зритель, он умный, вдумчивый. Сотрудничество с режиссером Натальей Пахомовой на этом не закончилось. Возникла идея сделать спектакль для самых-самых маленьких, то есть для грудничков. Необычную постановку назвали «Ладушки». И можно сказать, что этого в Кирове еще никто не делал, когда ребенок приобщается к театру буквально с пеленок. Мамы звонят, можно ли привезти ребеночка, но он еще грудничок. У меня было такое, я как-то уже говорил, на пресс-конференции на одной, на фестивале на одном сидит мамаша с грудничком, кормит его. Я говорю, мы вам не мешаем? Нет, нет, не мешаете. Я сама посмотрю. Поэтому как бы вот они с возрастом, с кормлением матери вот это в себя впитывают. Эскизы к «Ладушкам» уже готовы. Куклы будут выполнены в стилистике дымковской игрушки. Премьера спектакля назначена на октябрь 2014 года. Детки будут на сцене, то есть это все контактный спектакль. Они будут трогать там, ползать, с ними будут играть, а родители будут в зале. В целом на предстоящий юбилейный 80-й сезон у театра большие планы. Зрители ожидают новые постановки. Это будет кукольная классика «Царевна лягушка» и «Красная шапочка». В новогодние каникулы малыши увидят спектакль Чебоксарского театра «Три снежинки». Ближе к весне возможны работы по Пушкину и Гауфу. Ну а самым ярким событием в новом сезоне станет, конечно же, фестиваль театров кукол «Вятка. Город детства». В этом году он приобретет статус международного благодаря гостям из Италии. В течение пяти дней с 24 по 28 сентября кировчане увидят 11 кукольных спектаклей из разных уголков страны. Юлия Шалаева, Владимир Подлевских, Вести, Киров.